МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иммунитет – уникальная система нашего организма, необходимая для защиты от инфекций, онкологических и аутоиммунных заболеваний. Мы часто употребляем термин иммунитет, но мало что о нем знаем. Пора открывать тайны. Здравствуйте! Как вы уже, наверное, догадались, главной темой нашей сегодняшней программы будет иммунная система человека. И прежде чем начать, предлагаю небольшую анатомическую справку. В медицине не существует понятия «слабый иммунитет», но диагноз «иммунодефицит» есть, и он свидетельствует о наличии серьезного заболевания. От 4 до 6 простуд в год или других легких инфекционных заболеваний, от которых организм вскоре излечивается, не свидетельствуют об ослабленном иммунитете. Наоборот, болезнь – это нормальная реакция здоровой иммунной системы на встречу с новыми инфекциями. В результате перенесенной болезни формируется иммунологическая память, которая сохраняется на многие годы, и при следующей встрече с тем же возбудителем организм уничтожит его немедленно, не дав болезни развиться. Частые, иногда до 10 раз в год, простудные заболевания у детей – это следствие того, что иммунитет первый раз в жизни сталкивается с новыми бактериями и вирусами. С возрастом иммунная система обучается защищаться от большого количества инфекций, и болезни будут случаться реже. Но стопроцентная защита от всех возможных инфекций недостижима из-за огромного разнообразия возбудителей и их способностей изменяться, становясь неузнаваемыми для иммунной системы. Сейчас время представить наших сегодняшних гостей. Итак, давайте знакомиться. Сегодня об иммунитете мы поговорим с врачом-иммунологом, заведующим отделением иммунопатологии и аллергологии Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Андреем Павловичем Соливончиком. Здравствуйте. Добрый день. А также помогать нам сегодня будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Елизавета Гатальская и Алексей Хартанович. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, традиционно мы нашу программу начинаем с вопроса для вас. Первый вопрос уже готов. Внимание на экран. Иммунная система – уникальный инструмент нашего организма и, наверное, самый важный. Именно она защищает нас от бактерий и вирусов, которые могут вызвать различные болезни. А вот где в теле человека живет иммунитет и благодаря кому и когда появилась первая вакцина для стимулирования работы этой системы? Это вопрос для вас. Ребята, вопрос для вас прозвучал. Вы можете пока покопаться в истории, вспомнить все свои знания, а мы начнем наш разговор. Андрей Павлович, известно, что человек уже рождается с иммунитетом, так называемым врожденным иммунитетом. Но это не панацея, и в процессе жизни человек приобретает иммунитет, так называемый приобретенный иммунитет. Чем этих два биологических механизма отличаются между собой? Само название говорит об их отличии. Врожденный иммунитет готов сразу к встрече с чем-то чужеродным, приобретенным нужно учиться. Но при этом глобальной, супер принципиальной разницы у них нет, потому что задача единая, и они просто дополняют друг друга. На данном моменте науки огромные открытия совершаются в этой области, такие глубинные механизмы, и сложно даже разделить иногда, где работает врожденный, а где приобретенный иммунитет. Но так как мы постоянно сталкиваемся с чем-то неизвестным, то в первую очередь включается врожденный. Ещё сложно понять, что это, а уже нужно отвечать. Но чтобы повторно, уже адекватно и намного быстрее ответить на, опять же, что-то ранее неизвестное, а теперь уже знакомое иммунитету, вот здесь разворачиваются приобретённые функции иммунной системы, которые намного быстрее позволяют организму адекватно ответить на, в первую очередь, инфекцию, и отсюда быстрее выздороветь. Андрей Павлович, какие основные функции выполняет наша иммунная система? Если кратко охарактеризовать работу иммунной системы, она отвечает за постоянство внутренней среды организма, иммунологический гомеостаз. То есть чужеродные, как бы традиционно считается вначале, это микробы, вирусы, не должны закрепиться в организме, вызвать болезнь, какие-то изменения. Кроме чужеродных веществ, в организме ещё постоянно происходят процессы онкологические, здесь тоже иммунный надзор обязателен. То есть формируются онкологические клетки, да? Да, это происходит ежесекундно, но, однако, ежесекундно не появляются опухолевые клетки. Это всё иммунный надзор. Точно так же происходят так называемые аутоиммунные процессы, когда иммунная система начинает работать вроде бы против своих каких-то здоровых клеток или молекул. Ну и есть ситуации, когда у человека должен функционировать какой-то там орган или ткань, которая ему пересажена, то есть это тоже иммунный надзор. Здесь всё намного сложнее, здесь нам приходится подавлять иммунную систему. Но всё это ради одного, чтобы был постоянный констант иммунологический гомеостаз, поддерживался. Ну, есть такое медицинское понятие, как физиологический иммунодефицит. Понятно, что это не нужно путать с такими иммунодефицитными серьёзными заболеваниями. Больше это связано с какими-то определёнными периодами жизни человека. Дети до 6 лет, период полового созревания, период беременности, люди пожилые. Скажите, пожалуйста, вот эти периоды физиологического иммунодефицита нужно ли как-то медикаментозно корректировать, исправлять? Или, в принципе, это безопасно относительно иммунодефицит? Ну, есть такая статистика, больше всего любят исправлять специалисты-медики иммунитет. Это педиатры-гинекологи, меньше всего иммунологи. Сама формулировка физиологический иммунодефицит, она, здесь главное слово физиологический, то есть это какое-то временное состояние, которое лишь нам показывает нашими методами, что чего-то временно не хватает, значит, оно расходуется. И большинство иммунологов считает, что вмешиваться, активно вмешиваться в эти процессы не нужно. Всё произойдёт как нужно, мы, наоборот, можем только помешать. Это вот наше такое мнение. При этом очень популярно поднять иммунитет, попытаться там что-то исправить. Вот мы всеми силами пытаемся противостоять этому, сдержать вот эти активные порывы, помочь. Ну, и это в целом в медицине, ведь известно, что врачи единым фронтом выступают просто в самодиагностике, самолечении. Тем не менее, в общем-то, ну, люди активно вмешиваются в своё здоровье и, в частности, в иммунную систему. Особенно, например, если речь идёт о осенне-весенних простудах, да, защитить себя, применив какой-то иммуномодулятор, иммуностимулятор, биологически активные добавки. Ну, вот как Вы считаете в этой ситуации? Что-то нужно в этот период? Можно ли себя защитить от инфекции, что-то приняв? Опять же, существует на данный момент всего четыре лекарства, которые помогают против четырёх конкретных вирусов. Всё остальное – это пиар и реклама, это моё личное мнение. Помочь себе нужно, опять же, не мешать. Если ситуация держится под контролем, то иммунная система сама распознает, справится, и человек выздоровеет. Если пытаться помочь, особенно биологически активными добавками, здесь отношение неоднозначное, но в отличие от лекарств, это до конца непроверенные субстанции, которые не проходили всей такой тяжёлой экспертизы, очень долговременной. И поэтому им легче попасть на рынок, они дешевле, но при этом мы не всегда, или почти даже, видимо, никогда не знаем конечного итога применения добавки. Хорошо, если они безвредны. Но сто процентов сказать, что будет безвредно, очень сложно. И если исходить из принципа «не навреди», то мы очень-очень редко и осторожно назначаем биологические добавки, точнее, рекомендуем их. Андрей Павлович, а нужно ли перед этим сделать какой-то анализ, определить состояние иммунитета? Или, может быть, более правильно говорить, кому нужно провести этот специальный анализ? Спасибо за очень хороший вопрос. Потому что анализ популярен. И когда человек думает, что ему нужно проверить иммунитет, когда он болеет, такой анализ у здорового человека с нормальным иммунитетом должен быть изменён. И мы попадаем в ловушку. Сделав анализ, когда нам хочется его сделать, мы болеем, мы должны увидеть, что есть изменённые показатели, тот самый физиологический иммунодефицит. И мы вынуждены потом такому пациенту давать рекомендацию, если уж ты так хочешь посмотреть показатели, свой иммунный статус, приди к нам, пожалуйста, через месяц после выздоровления. И тогда это будет отправная точка в иммунограмме, когда мы сможем в будущем сравнивать с нормальным физиологическим иммунным ответом и во время болезни. Ну а всё-таки, если говорить о такой категории, как часто длительно болеющих людей, или, например, люди с рецидивирующими заболеваниями, с рецидивирующими инфекциями какими-то, вот кому здесь всё-таки вы рекомендуете пройти это обследование и, может быть, задуматься о коррекции иммунных сил? Ну, термин часто длительно болеющий приемлем к детям до школьного возраста, то есть до шести, редко когда до семи лет. Это физиологично, ребёнок должен болеть, его можно назвать здоровым, хотя он болеет. Если человек болеет в более старшем возрасте и болеет необычно, долго, неправильно, его нужно лечить, меняя схемы терапии, вот здесь реально стоит задуматься, а нет ли здесь иммунодефицита. И на самом деле мы уже начинаем говорить о том, что это не редкие заболевания, а намного более частые, чем нам хотелось бы, или чем думают большинство даже наших коллег. И поэтому, если ситуация не является какой-то стандартной, выходит из-под каких-то шаблонов, что-то не получается, практически сразу можно говорить, что не помешало бы наше участие, оценка врачом-иммунологом в состоянии и поднятие вопроса об иммунологическом обследовании. Андрей Павлович, не зря в названии вашего отделения, кроме иммунопатологии, значится ещё аллергия, аллергические заболевания. Дело в том, что действительно 21 век признан веком, когда идёт рост аллергической патологии. Скажите, пожалуйста, роль иммунитета при развитии аллергии? Аллергия – это и есть ответ иммунной системы. Только этот ответ гипер, чрезмерный. А так как, видимо, наш организм, иммунная система, контактирует с течением времени с очень многими неестественными по природе своей веществами, вот это гиперответы мы видим больше, чем нужно. Отсюда и рост аллергии, и чем больше страна индустриально развитая, в кавычках цивилизованнее, тем больше будет аллергиков. Это чётко замечено. Даже наши многие люди, переехав в какие-то страны Западной Европы, там начинают болеть аллергией очень быстро, хотя им вначале казалось, что всё, они попали в другое место, они уже не болеют, всё быстро возвращается, потому что техногенность там выше, и аллергизация ещё выше. То есть это и продукты питания, и бытовая химия. То есть трудно вообще, наверное, представить, где нету на сегодняшний день аллергенов. Абсолютно правильно. Андрей Павлович, я предлагаю сейчас нам послушать ответ наших ребят. Я думаю, что они уже готовы нам дать ответ об интересном историческом факте, а также о том, где же в нашем организме располагается иммунная система. Кто будет отвечать первым? Алексей, пожалуйста. Ответить однозначно нельзя по поводу того, где находится иммунная система. Можно перечислить такие органы. Это, допустим, тимус, костный мозг, селезёнка и лимфатические узлы. Ну, также можно назвать миндалины. Они также участвуют в иммунитете. Можно также сказать, что, допустим, 70% клеток иммунной системы находится в кишечнике, так как основная нагрузка патогенами происходит через алиментарным путём, то есть через... Да, через ЖКТ. Первым барьером на пути к патогенам также находится кожа в организме человека. Если она справляется, то патоген не попадает в организм, если она не справляется, то патоген попадает в организм, и из-за этого наступает воспалительный процесс. То есть всем нам известно это покраснение, отёк, также... Боль. Боль, да, боль и нарушение функции. Понятно. Вот. Хорошо. Лиза, вторая часть вопроса, наверное, будет к вам адресована. Да, да. Первая вакцина, она была изобретена ещё в 18 веке английским врачом Эдвардом Дженнером. Он отметил, что доярки, которые однажды уже переболели коровьей оспой, они больше ей не заражались. И, собственно, это натолкнуло его на мысль о создании вот вакцины, первой против натуральной оспы. Он брал жидкость из пузырьков на руках у болеющих коровьей оспой и вводил их детям. И таким образом вот была изобретена первая вакцина. Андрей Павлович, ну а что же всё-таки делает вакцина? Каким образом защищает она в последующем от болезни? То есть иммунная система воспринимает вакцину как патоген, как микроб или вирус, и нарабатывается иммунный ответ, который запоминается. И при контакте уже с настоящим микробом или вирусом болезнь не развивается, иммунитет ставит блок, и происходит элиминация патогена. При этом иногда достаточно один раз делать такую вакцину, и человек уже никогда больше не заболеет этой болезнью, да? А иногда приходится как против вируса гриппа ежегодно проводить вакцинацию. Ребята, у вас будет сейчас второй вопрос, поэтому, пожалуйста, внимание на экран. Итак, мы выяснили, что организм человека будет отторгать любую генетически чужеродную структуру, так как клетки иммунной системы осуществляют надзор внутри нашего организма. Но у любого правила есть исключения. Назовите самое главное из них. Ребята, для вас прозвучал уже второй вопрос. Готовьте, пожалуйста, на него ответ. А мы пока продолжим наш разговор. Андрей Павлович, известно о том, что есть целый ряд заболеваний, когда иммунная система воспринимает клетки, ткани своего организма как чужеродные. Это целая группа таких аутоиммунных заболеваний. Скажите, пожалуйста, в чём их основная соц, что это за заболевания? Всё растущая категория болезней, которые характеризуются тем, что иммунная система распознаёт какие-то структуры. Это могут быть маленькие молекулы внутри клетки, внутри ядра клеточного, на поверхности. И начинает их воспринимать как чужеродные. В итоге получается аутоиммунный процесс. Очень серьёзное заболевание, потому что его практически невозможно остановить. Клетка должна быть внутри организма, а иммунитет должен эту клетку каким-то образом чувствовать. И он считает её неправильной. Хотя в последнее время, скажем так, большинство научной мысли фармакологической переключилось в создание новых антибиотиков, а перенастроилось на так называемую таргетную терапию, биотерапию, когда ищутся вот эти самые молекулы, пути передачи, чтобы либо стимулировать нужный процесс, либо его затормозить. И таким образом всё больше и больше болезней аутоиммунных удается контролировать. К наиболее распространённым аутоиммунным заболеваниям относятся ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Большую роль играют аутоиммунные процессы при псориазе и псориатическом артрите. Это очень серьёзная патология, которая выводит большинство пациентов на инвалидность. Им очень тяжело, и появившийся шанс, скажем так, остановить эти процессы, я уже не говорю развернуть спять, но хотя бы остановить на той стадии, на которой находится данный человек, это уже огромный прогресс. Поэтому мы как бы иммунологи, имею в виду, с надеждой смотрим на это направление. Оно пришло и к нам в страну, и активно используется. Поэтому сейчас здесь есть хорошая перспектива. Ну, Андрей Павлович, всегда хочется узнать о том, есть ли какие-то возможности, резервы, чтобы укрепить иммунитет. Может быть, это питание, может, здоровый образ жизни, правильные привычки. Как вы, как специалист, всё-таки считаете? Ну, красной тряпкой для нас является слово «укрепить». Укрепить, да. Ну, по крайней мере, защитить, я не знаю, что сделать ещё. Я говорю, не мешать. Не мешать иммунитету. Ну, вы абсолютно правильно подводите к классике вообще медицины, от чего нужно отталкиваться ещё в школе, давая нашему населению азы здорового образа жизни, понятия о медицине. То есть мы, медики, можем повлиять только на 10% здоровья человека, да? О каком укреплении? Вот это 10% – это наш резерв, и мы его часто при определённых патологиях исчерпываем очень быстро, да? А вот эти 50% здорового образа жизни – вот он, настоящий резерв. Никуда, кстати, не уезжаешь от этого. Да, в первую очередь, да, медики в этом участвуют. Назвался, получил диплом работой. Но здесь вся страна должна едино, сесть там на велосипеды, правильно питаться, двигаться. Тогда у нас на самом деле произойдёт настоящий прорыв, появится опять волна долгожителей, отступят многие болезни. Не всё так однозначно, но это есть к чему стремиться. Отлично. Ну что ж, я предлагаю послушать сейчас ответы наших ребят. Нашли ли они то самое исключение в работе иммунной системы, да? Когда она, ну, в общем, скажем так, закрывает свои глаза на некоторые чужеродности в организме. Кто будет отвечать? Я. Пожалуйста, Евгений. Да, обычно организм, он отторгает все генетические чужеродные объекты, которые в него попадают. Но исключением является беременность. Так как плод, он для организма матери является чужеродным, потому что он состоит из генетического материала как матери, так и отца. То есть наполовину чужеродный. Да, наполовину, да, наполовину чужеродный. И поэтому логично, что организм будет его отторгать. Но во время беременности иммунная система, она не борется с плодом, не отторгает его, наоборот, защищает в течение всей беременности, вплоть до родов. И при этом, чем более будет плод отличен от организма матери генетический, тем сильнее будет иммунная защита. Да, и отсюда и случаи, когда беременность прерывается, если родители похожи по антигенам главного комплекса гистосовместимости. Ну что ж, я считаю, что ребята хорошо сегодня подготовились. Спасибо большое за участие в нашей программе. Ну и в конце традиционно. Андрей Павлович, вам как специалисту, скажите, пожалуйста, сколько процентов здоровья человека вот приходится на состояние иммунной системы, зависит от состояния иммунной системы, если все здоровье взять за 100%? Можно ли так сказать? Очень коварный вопрос. На мой взгляд, здоровье человека не может зависеть от какой-то одной системы. Иммунная система, она важная, любая система важна, поэтому слово «главное» я здесь бы не назвал ни в коем случае, ни к чему. То есть все функционирует вместе. Поэтому... И тогда ваши рекомендации для наших телезрителей? Сохранить свое здоровье, да? То есть уже как от врача иммунолога. Сохраните свое здоровье. Каким образом? Не мешайте иммунной системе. Зачастую не нужно слушать какие-то, я не знаю, подсказки соседей, там, многих передач парамедицинских. Нужно просто включать здравый смысл, везде должна какая-то золотая быть середина, не должно быть излишеств. Как в лечении, так и в недолеченности. Ну и, наверное, нужно помнить о том, что всегда есть врач-специалист, который может порекомендовать, да? Что нужно в данной конкретной ситуации. Вот, прямо с языка сняли. И всегда нужно помнить о том, что есть такие специалисты, как иммунологи. У нас в стране-то 10 человек взрослых. И при этом помощь достаточно доступная. И всегда подскажем и поможем. Спасибо большое. Сегодня я благодарю вас за участие в нашей программе. В гостях у тела человека сегодня были врач-иммунолог, заведующий отделением иммунопатологии и аллергологии Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Андрей Павлович Соливончик. И двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Елизавета Гатальская и Алексей Хартанович. Спасибо большое. До новых встреч. Даже если вам повезло с генетикой, иммунитетом и в целом со здоровьем, всегда нужно помнить то, что в 20 лет хорошо, 40 может нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому будьте здоровы, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин